Вяжем шапочку клубничка на 2 года. Берем нить, я использовала нить катон фирмы Визел, катон вискоза 330 метров в 100 граммах. Чтобы сделать расчет нам необходимо связать образец. Я набираю некоторое количество воздушных петель. И провязываю пару рядов тем рисунком, которым буду вязать шапочку. Для этого делаю в четвертую воздушную петлю столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, внизу 2 воздушные петли пропускаю. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, внизу пропускаем 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные. И вот таким образом провязываю по всей цепочке. То есть первый ряд у нас будет столбик с накидом, 2 воздушные петли, филейная сетка. Мы будем вязать этот рисунок поворотными рядами. Значит мы делаем 3 петли подъема, разворачиваем полотно и под арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. Вынимаю крючок и между петлями подъема и первым столбиком протягиваю петлю. Немножко подтягиваю, воздушная петля, это попкорн или кукурузное зерно. Под следующую арочку я провязываю 4 столбика с одним накидом. И можно использовать другой способ. Разворачиваем полотно, захватываем первый столбик, протягиваем глухую петлю и провязываем воздушную петлю. Под следующую арочку 4 столбика с одним накидом. Разворачиваю полотно, нахожу первый столбик из 4, захватываю рабочую нить, протягиваю через столбик и через петлю на крючке. Воздушная петля. И так провязываем до конца ряда. Измеряем образец. У меня где-то выходит 6 попкорнов, это 5, ну и 7 десятых сантиметра. Теперь мы рассчитываем ПГ, плотность по горизонтали. 6 попкорна разделить на 5,7 сантиметра, получается 1,05. То есть плотность по горизонтали ПГ 1,05. Обхват головы на 2 годика 48 сантиметров, вернее 50 сантиметров, но мы 2 сантиметра убираем на плотное облегание шапочки. И 48 умножаем на 1,05, у нас получается, что нужно нам связать 50 попкорна, 50 штук вот таких зернышек, вот таких. Набираем цепочку заведомо большей длины, то есть если нам нужно где-то 50 сантиметров, мы смело можем набирать 65-70 сантиметров цепочку. Саму цепочку вяжем не очень плотно, чтобы не стягивалось полотно, то есть мы набираем цепочку не считая. Вот я набрала большую длинную цепочку и начинаю вязать полотно. Для этого в седьмую петлю, воздушную петлю, провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, внизу 2 петли пропускаем, столбик с одним накидом. Захватывайте за 2 нити, чтобы ниточка не вытягивалась. И так провязываем по всему ряду. И так я связала 49 клеточек. Делаю одну воздушную петлю, разворачиваю так, чтобы не перекрутилось наше кольцо и замыкаем кольцо. То есть отсюда 1, 2, 3, 4 воздушную петлю провязываем в глухую петлю. У нас остался вот такой хвостик. Мы его можем распустить, этим хвостиком можем затянуть, привязать вот эту часть, которая у нас висит. Ну, можем сейчас оставить, а в конце я покажу, как его обрезать и распустить этот хвостик из воздушных петель. То есть у нас 50-я клеточка, это будет вот эта. Мы провязываем 3 воздушные петли, разворачиваем полотно. И сразу же вот под эту арочку, не оформленную, провязываем еще 4 столбика с одним накидом. 3, 4. Вынимаем крючок между петлями подъема и первыми столбиками. Протягиваем глухую петлю, воздушная петля и в следующую арочку провязываем следующий попкорн. 4 столбика с одним накидом. Разворачиваем полотно, находим первый столбик из 4, протягиваем глухую петлю и воздушная петля. И так провязываем по всему ряду. Вот мы довязали ряд попкорном. В 3 петли подъема в конце ряда делаем глухую петлю. Набираем 5 воздушных петель, разворачиваем полотно и провязываем столбик с одним накидом. Там где у нас была воздушная петля, то есть между попкорном. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и так, чередуя, провязываем по всему ряду. И так мы связали 10 сантиметров. Теперь мы будем убавлять. Мы будем убавлять по 5 клеточек в ряду. Значит, в ряду, где мы вяжем филейную сетку, мы будем одну клеточку убавлять. Так, провязываем 5 воздушных петель. Первая клеточка, 2 воздушные, 2 воздушные, 3 воздушные, 4 воздушные, 5 воздушные, 6 воздушные, 2 воздушные, 7 воздушные. И так мы провязали 8. Теперь делаем 1 воздушную петлю, провязываем 9 клеточку и еще 1 воздушную петлю, провязываем 10 клеточку. То есть, вот в этом месте мы будем делать уже как бы стягивание, убавление. Тогда в следующем ряду над ними мы провяжем 1 попкорн, 1 кукурузное зерно. И так в 9-10 делаем убавление. Первая клеточка и так далее. Всего должно быть у нас 5 рапортов, 50 клеточек. Значит, в каждой 9-10 клеточке мы делаем убавление. В конце ряда я связала 9-ю клеточку, 10-ю, 1 воздушную петлю и вкалываем глухую петлю в 3-ю петлю подъема. Разворачиваем полотно и вот эти клеточки, которые мы убавляли по 1 воздушной петле, здесь мы уже будем вязать попкорн. Первые 2 столбика в первую клеточку и еще 2 столбика с накидом во вторую клеточку. Формируем попкорн, делаем воздушную петлю и провязываем еще 9 кукурузных зерен. Вот мы связали 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и у нас идет 10-й столбик. Провязываем 2 столбика под первую клеточку и 2 под вторую клеточку. Разворачиваем полотно, за первый столбик делаем прикреп глухой петлей, воздушная петля и далее продолжаем вязать ряд. Мы провязали ряд, мы убавили 5 попкорна, значит у нас получилось 45 этих столбиков. В этом ряду мы должны тоже убавить 5 попкорна, 45 на 5, значит в каждой 9 клеточке, то есть 8-ю, 9-ю клеточку мы будем провязывать с 1 воздушной петлей. Первая клеточка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Одна воздушная петля, столбик это 8-я клеточка и одна воздушная петля, столбик это 9-я клеточка. Итак, мы повторяем еще 4 раза. В конце ряда мы провязали 8-я клеточка, 9-я и в третью петлю подъема провязываем глухую петлю. 3 петли подъема, разворачиваем полотно и провязываем кукурузное зерно, уже с убавлениями. 2 столбика, 2 столбика, формируем кукурузное зерно, воздушная петля и дальше еще 8 столбиков. Итак, мы провязали, убавили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кукурузных зерен попкорна. Делаем убавление 2 столбика, в следующую арочку еще 2 столбика и захватываем, формируя кукурузное зерно. Воздушная петля и таким образом убавляя, провязываем еще 4 раза. Итак, мы связали 16 сантиметров. Теперь мы будем переходить к верхней части шапочки. Нам нужно поменять нить розовую на зеленую. Мы последнюю глухую петлю провяжем нитью зеленого цвета. Разворачиваем полотно. Нити можно придерживать пальцем или привязать обычным узлом. 4 воздушные петли и теперь мы будем провязывать столбики с двумя накидами. Между попкорном провязываем по 2 столбика с двумя накидами. Итак, мы довязали до конца ряда и я сейчас заправлю нить, так как мне не удобно вязать с ней. Заправляю несколько раз, чтобы хвостик не выскочил в самое плотное место. В нашем случае самое плотное место это попкорн, столбики попкорн. Так мы связали ряд столбиками с двумя накидами. Разворачиваем полотно на лицевую сторону, там где у нас попкорн. И сейчас будем провязывать декоративные листики. Набираем 14 воздушных петель. Делаем два накида в седьмую воздушную петлю. За одну ниточку можно провязываем столбик с двумя накидами. Далее 7 воздушных петель. Столбик с двумя накидами в ту же воздушную петлю, в которой мы вязали первый столбик с двумя накидами. И 7 воздушных петель. Прикрепляем глухой петлей. Вот у нас как трехлистник получился. Разворачиваем наш листик. Под первую арочку провязываем два столбика без накида. Два полустолбика с накидом. Пять столбиков с одним накидом. Следующую арочку пять столбиков с одним накидом. Закрытое пико. Три воздушные петли и в первую воздушную петлю провязываем глухую петлю. Пять столбиков с одним накидом. И в следующую арочку пять столбиков с одним накидом. Два полустолбика с накидом. Два столбика без накида. И обхватывая цепочку из воздушных петель. Вот так плотненько. Провязываем десять столбиков без накида. То есть мы как бы имитируем бурдон. Захватываем цепочку. Не в воздушные петли, а как бы под арочку. Старайтесь петельки провязывать плотно. Дальше. Столбики без накида. Над столбиками с двумя накидами. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше опять мы провязываем аналогично вот этот листик. Четырнадцать воздушных петель и так далее. И так мы связали. У нас получилось шесть листиков. Теперь мы будем вязать шнурок. Довязали столбики. Сделали глухую петлю. И провязываем цепочку. Я связала семьдесят воздушных петель. Еще провязываю семь воздушных петель и полулистик. Столбик без накида, полустолбик, три столбика с одним накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. Вот у нас получился полулистик. И теперь по всей цепочке провязываю глухими петлями. Вкололи в воздушную и протянули. То есть мы укрепляем наш шнурок. Делаем его немного толще. Вот мы довязали один шнурок и провязываем аналогично второй шнурок отсюда же. Семьдесят воздушных петель, полулистик и возвращаемся глухими петлями. Довязали второй шнурочек. В конце закрепляем глухой петлей. Обрезаем нить. Заправляем. И шнуруем верх нашей шапочки. Можно заправить вот сюда в листик. Здесь достаточно плотное место, чтобы наш хвостик не вылез. Теперь наши шнурочки заправляем. Я через четыре столбика протягиваю руками. Вот мы заправили один шнурочек. Второй можно не заправлять. Он у нас будет длинным. И мы завяжем такой бантик. Вот у нас получилась такая верхушечка. Листики. Дырочка. Если девочка с хвостиком, то сюда можно вытягивать хвостик. И еще нам нужно заправить. После того, как вы примерили шапочку, вы можете заправить вот этот хвостик ниточки. И отрегулировать свободнее или плотнее, так как обхват головы даже на возраст бывает разный у разных детей. Как мы обрезаем нить? Обрезаем нить и иглой, вот так захватывая свободную петельку, мы распускаем. Дальше цепочка не распустится. Закрепляем воздушную петлю. И спускаемся, заправляем нить в попкорн. Делаем обвязку, чтобы у нас не был край такой не законченный. Мы провязываем столбиками без накида по два столбика под арочку по всему кругу. Вот получилась такая шапочка. Здесь небольшая дырочка, если у девочки хвостик, можно сюда вытягивать волосы. Если вы будете шнуровать в розовой части, то у вас более мелкая будет шапочка. Если в зеленой части, значит это увеличивает ее глубину. Продолжение следует... Продолжение следует...